Бойцы Российской оккупационной армии на Бахмутском направлении перед атакой записали предсмертное видеообращение и попросили опубликовать его в случае своей смерти. Теперь оно появилось в сети. Выводы напрашиваются сами. О критической для захватчиков ситуации на фронте далее в нашем эфире. Отчаянные атаки, неисчислимые потери и полное отсутствие какой-либо поддержки. Об этом уже не впервые рассказали бойцы оккупационной армии на Бахмутском направлении. Десять человек были отправлены в разведку боем под Клещевку. Там их ждали украинские леопарды. Численность превосходящая. Противник предварительно в 10 раз наиболее вооруженный. Газинов нет, ничего нет. Пулеметы гнилые. Пулеметы гнилые. Собираем все подряд. Посылая на верную смерть, солдатам пообещали артподдержку и эвакуацию. Если ситуация станет критичной, бойцы оккупационной армии и руководству не доверились и, подозревая неладное, попросили распространить свое предсмертное видеообращение. Просим общественность, чтобы подняли этот вопрос. Как подготавливаются наши мобилизованные? Как контрактники подготавливаются? Здесь все ребята сидят уже на втором контракте. Они уверяют, что в боях за клещей вку российская армия уже потеряла около полутора тысяч убитыми. Их также использовали в качестве смертников. Несмотря на то, что ценность данных населенных пунктов для страны-агрессора остается неясной. Если вдруг что-то с нами плохое произойдет, это видео сразу вылетает в интернет. Ответ на вопрос, почему обращение с жалобой появилось уже после смерти военных, очевиден, утверждают эксперты. Стоит лишь вспомнить, что происходит с теми, кто посмел говорить о проблемах. Например, мобилизованный на войну в Украине командир разведроты Владимир Зубарев в июне записал видео, в котором показал ящик гнилых лимонов, который бойцам привезли вместо картошки и хлеба. Кроме того, им поставили техническую воду вместо питьевой. После публикации ролика Зубарев ожидаемо пропал. Кушайте на здоровье. Воды питьевой нет. Вообще просто нет. Вот баклажка, техническая вода, даже вам подсказывают. Одна баклажка пустая, вторая наполовину. Как оказалось позже, Владимира сильно избили в расположении части, а также угрожали привязать к дереву и оставить на линии соприкосновения. Такой стала реакция командования на недовольство мобилизованного. После избиения мужчина неделю лежал в блиндаже без связи и телефона. Выйдя, получил приказ раскаяться в содеянном и заявить, что лимоны нашел на помойке. 90% мобилизованных, если не 99, скажут «Мне не нужна ваша зарплата в 200 тысяч, верните меня домой, я буду со своей женой, со своими детьми, пусть буду работать за 50 тысяч», передает он настроение своих сослуживцев. Почему видеообращений стало меньше? Потому что вот эта история про царь хороший, бояре плохие, надо главное достучаться до президента, и он решит проблему, люди начали понимать, что это работает не так. Эта система так и задумана. И генералы, и сам Путин знают, что происходит на линиях сражения. Знают, что есть недостаток по людям, знают, что есть недостаток по боеприпасам, знают, что они пускают людей в самоубийственные атаки. Прямо сейчас, пишут «Зетвоенкоры», происходит так называемое «изюмское дежавю». И хоть они не ожидают обвала фронта, ситуация уже давно вышла из-под контроля. Победоносные речи, как и тогда, в сентябре прошлого года, произносятся на фоне перемалывания российских войск, отмечают блогеры-пропагандисты. И бодрый позитив в условиях кровавых потерь захватчиков выглядит просто издевкой. Обсудим. Далее в нашем эфире замечательная Мария Максакова, оперная певица, бывшая депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте. Мария, рад вас видеть. Приветствую вас, Андрей Павел. Здравствуйте. Я приветствую всю нашу аудиторию. Да, спасибо. Итак, солдаты-оккупанты пишут предсмертные записки, жалуются на все, говорят об обмане высшего военно-политического руководства России и умирают, потому что их отправляют на убой, а не пушечное мясо. Мария, а ведь еще год назад была известна эта страшная правда о путинской войне. Тогда, когда была объявлена мобилизация Путиным, и прошел месяц, и вскрыли все эти проблемы в российской армии. Мы об этом много говорили, когда не было бронежилетов, кассок, кривые ржавые автоматы, берцы разного размера, еда за свои деньги, ночевать посреди поля и так далее. Все помним. Ведь тогда жены и матери мобилизованных протестовали, записывали обращения к Путину, а сейчас нет. О чем это говорит, по-вашему, что вот эти все жалобы российские, предсмертные, доносятся уже непосредственно из окопов? Вы знаете, у вас в сюжете прозвучала довольно-таки, на мой взгляд, правильная мысль о том, что эта система ровно так и задумана. Вот то, что сейчас появляются какие-то, скажем так, ролики, которые, в общем-то, наверное, снимались и плодились тысячами, и наверняка разнообразные вот эти вот оккупанты, ну, отправляли, может быть, родственникам, там, своим каким-то знакомым подобные ролики. Просто они по какой-то причине не появлялись в сети. Вот я думаю, что нам стоит обратить внимание на то, что какой-то, знаете, такой интересный утилизационный договор как бы заключен между вот этим кремлевским макабрическим правительством и Путиным во главе всего этого ужаса и какой-то такой, знаете, среднестатистической российской маткой. То есть я к чему это говорю? Потому что так, когда загнанные в ячейку, скажем так, семейную конфликты, вот эти всякие длительные уже процессы законодательные, например, декриминализация побоев, то есть когда этот пьяный, абсолютно ненужный, вот этот муж, абуза торчит дома, надоедает этой матке, значит, и так далее. А тут ей предлагают избавиться от него, да еще на зарплату его отправить. То есть там, где в сюжете было сказано, что, дескать, те тяготы, которые они там претерпевают, не стоят тех денег, которые якобы вот они не устанут, это и того не стоят, то я думаю, что вот эти российские матки совершенно не разделяют их пессимизм. Я думаю, что как раз их полностью устраивает получение вот этих самых денег, тем более, что там, вот где они жрут эти свои гнилые лимоны, им, в общем-то, и деньги-то не сильно, наверное, могли бы помочь, поэтому, скорее всего, эти деньги приходят вот туда, в семьи, и семьи, наверное, так, как вот в результате этих подачек от власти, наверное, раньше-то и не жили, потому что он был просто обузой по большей части, а тут все-таки приносят, и там не может быть к нему никакой жалости напротив. То есть когда по соседям они ходят и говорят, вот мы там уже в этом году планируем туда-то поехать, вот мы там это, кто-то говорит, а я ладу белую там получила и так далее. То есть это контракт, который этих маток устраивает. Поэтому мне почему-то показалось, глядя на это видео, и особенно вот на то, что это, в общем-то, все происходит в преддверии, то ли начнется, то ли не начнется вот эта глобальная путинская очередная мобилизация, которая идет, так сказать, вяло текуще, и там у них, конечно, тоже сложности по показателям, потому что явно, когда выборы проходят, они пользуются мертвыми душами, то есть они завышают население в регионах для того, чтобы дать нужные показатели. А теперь, когда, согласно их завышенным этим показателям, с них же требуют рекрутировать соответствующее число, то там, наверное, не так это и просто сделать. Были анализы, сделанные социологами по косвенным признакам, которые говорят о том, что, скорее всего, там не 140 миллионов уже давным-давно, а меньше 100. То есть, исходя из этого, надо понимать, что регионам, в общем-то, трудно выдать то число, которое удовлетворит Центр. И вот теперь, поскольку у них дилемма, то есть, может ли Путин рассчитывать на то, что не будет бунтов просто откровенных, и смиряться вот там эти люмпины с тем, что они должны сделать вид, что их якобы на выборы позвали, они очередной раз проштамповали там вот эти, ну, выборы без выбора, может ли он в марте, там, 24-го года выходить на выборы на фоне того, что он объявит, допустим, вот-вот какую-то очередную, такую массированную, огромную волну мобилизации. Вот теперь поэтому я хотела с вами вот о чем порассуждать. Не кажется ли вам, что это видео на самом-то деле может вызвать, или они хотели бы, чтобы оно вызвало обратный эффект? То есть контракт, который заключен между вот этот наш условный разговор, который мы ведем, то есть условный, негласный контракт между вот этой российской маткой и кремлевским правительством, а то, что они отправляют на утилизацию, повышают свой уровень жизни, а избавятся по-другому как, потому что, ну... И таким образом получается, что они, по сути, и это тоже были определенные там всякие видео, которые говорят о том, что те, которые потеряли именно убитыми, а мы же понимаем, что сейчас речь идет о том, что их уже более чем четверть миллиона. Да, 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 280 тысяч. Ну, это тоже давно довольно массовое явление. Так вот эти вот уже как бы похоронившие, но особенно те, которые за это получили, потому что есть те, которых морочат, которым голову говорят, что они без вести пропавшие, таких очень много. Государство не хочет рассчитываться даже белыми ладами с ними. Это материал для утилизации, и все. Но, тем не менее, те, которые получают какие-то там лады, еще что-то, они потом оголтело требуют. Так, значит, у нас тут потери, вот у кого-то там у них. Значит, пускай еще идут, они настаивают, чтобы рекрутировали больше. Они хотят больше там отправлять в топку, чтобы у всех было так же, как у них. Поэтому, когда смотришь на такой ролик, возникает такое подозрение, что он, наоборот, направлен, знаете, вот на такую своеобразную макабрическую мотивацию, что они напротив пытаются что сказать? Вот смотрите, сейчас, значит, у нас все, да, допустим, вот они, очевидно, ну, уже очевидно, что все, фронт у них застрял. Более того, если еще в обороне, в которой, к сожалению, им дали время западные наши партнеры оказаться, то есть окопаться там, вот это все сделать, если бы вовремя были бы все обещанные виды вооружения и вся номенклатура, если бы мы получили вовремя, наверное, там, ну, Атакамса, Абрамса и больше сотнями, так, как просил генерал Залужный. Вот если бы так происходило, то, вероятно, бы у них не было возможности в эту оборону встать. А так на штурмы, то есть в атаку, они никто ходить и не хотят. Там нужны уже эти, как это сказать, заградотряды через букву ЗЭТ, видимо, созданные в ЗЭЧАР, то есть ЗЭК-заградотряд, вот такие вот, видимо, которые гонят их в какие-то там, вот эти штурмы, о которых как раз сейчас... В лучших сталинских традициях, да. Вот, и теперь вопрос, что теперь, значит, если они понимают, что вот еще чуть-чуть и начнется этот вот бег доброй воли, только у них это бег злой воли, они на самом-то деле, как вам сказать, может, и не хотели бы, почему? Потому что, ну, их просто выдавливают, вот они не могут удержаться, почему? Потому что дальше им говорят о репарации, о пятой, о десятой и так далее. Нет, вот сейчас этот ролик, с моей точки зрения, у них, потому и вышел сеть, что они хотят таким образом воззвать к этим маткам, которые как бы обогащаются благодаря... Давайте, давайте еще, да, да. Давайте навалимся, вот еще чуть-чуть по соседям, а ну-ка давайте, доносите, кто еще там уклонился на рабочие всякие там предприятия, там же уже они берут аутсорсингом какие-то компании, которые приходят и обсчитывают, значит, сколько у них там есть резерва для того, чтобы к ним потом не пришли колоссальные штрафы. Сейчас работников по 300, по 400, по 500 тысяч какие-то штрафы хотят принять, если, значит, не совпало истинное число потенциальных вот этого пушечного мяса участников и, значит, то, что по факту выдано на бумаге этим предприятиям. То есть, на самом деле, с моей точки зрения, это все идет подготовка к тому, чтобы все-таки Путин очередную какую-то вот эту свою мясорубку устроил, но при этом, чтобы это ему не стоило бунтов, из-за которых он не сможет в марте вообще выйти вот в электоральные свои какие-то процедуры. Маш, вы, видимо, совершенно правы. Действительно, Путину нужно еще больше пушечного мяса. Регионы России, которые уже отправляли мужчин на фронт, получили их уже назад в гробах, из них требуют еще и еще. Существуют вот эти вот матки, которые готовы, собственно, за ладу, за шубу, не знаю, за еще что-то, за какие-то там тысячи рублей сдавать своих мужиков. И об этом говорил вот в своем интервью политехнолог Абаз Галямов. Он сказал дословно, я процитирую. «Между регионами России идет жесткая борьба за контрактников. Богатые области собирают пушечное мясо у соседних». То есть, это действительно такая торговля, буквально внутренняя торговля мужиками, людьми идет. Потому что, забирая у бедных регионов себе, ты, во-первых, наполняешь ту квоту, которую ты демонстрировал на выборах, якобы у тебя есть эти люди. И, с другой стороны, эти матки, как вы сказали, потирают руки. То есть, их можно сдавать. И это значит, что в этот регион, чем больше уйдет из него, тем больше придет каких-то там благ, да, вот этих в виде лады, калины. Понимаете, они ведь довольно-таки в этом смысле избирательно поступали первое, во всяком случае, время. То есть, действительно, старались брать самых-самых нищих. То есть, самых, вроде бы как, в этом смысле беззащитных могло бы показаться. Но на самом-то деле, я считаю, что вот то, что мы говорим с вами, то, что мы с вами обсуждаем по поводу вот этого негласного соглашения, то это больше похоже на истинные мотивы, потому что те, которые никогда не могли себе позволить вообще уехать в отпуск куда-то или еще что-то в этом роде, они благодаря вот именно этой, ну, людоедской технологии увидели какую-то другую жизнь. И им кажется, от этого абсолютно бесполезного в хозяйстве мужика хоть какой-то, с их точки зрения, появился толк. Поэтому какое-то время, когда действительно они ходили по самым нищим, ну, я могу себе представить, что, наверное, есть и такие, которые столкнулись с каким-то горем, оказались не в состоянии противостоять вот этой преступной мобилизации, оказались вот как-то там не в состоянии избегать военкоматов этих преступных и так далее. Но я бы хотела здесь вот о чем сказать. У тех, кто действительно не хочет или не хотел идти на преступления, куда их толкает путинский режим, то есть сеять горе, преступления, смерть в Украине, для таких существует горячая линия «хочу жить». И такие, успешно, между прочим, обратившись в украинские соответствующие вот эти службы, которые выслушивают это все, которые создают условия для того, чтобы можно было сдаться, которые, согласно договоренностям, сохраняют все то, что, ну, как бы обговаривается в тайне. Хотят они возвращаться в рамках обменов, их возвращают, не хотят, им предоставляются другие возможности. То есть я хочу сказать, что если уж речь идет о каких-то насильно рекрутированных, которые вот так вот безвольно туда отправлены, в эту мясорубку, то у них есть всегда, это вот опция, думаю, что мобильный телефон позволяет набрать нехитрый номер, который везде и всегда демонстрируется. И горячая линия «хочу жить», и украинский ГУР давно делал эти объявления даже на моем собственном канале, на YouTube-канале, где я размещала этот ролик. Этот ролик набрал полтора или даже больше миллиона просмотров, понимаете? Это гораздо больше, чем другие ролики на моем канале. То есть несопоставимо. Значит, интерес к этому есть. Значит, выход тоже есть, я хочу сказать. Поэтому если они этого не делают, если они не сдаются в плен, то тогда, соответственно, они оккупанты, преступники. Место им на скамье подсудимых, а лучше, когда действительно героические вооруженные силы Украины дают отпор и в конце концов избавляются любыми способами от оккупантов на своей земле. Тут можно не только сдаваться в плен, Маша, а можно просто переезжать вместе с техникой военной. Как пример этого летчика, который перелетел, получил деньги за это немалые и получил возможность начать новую жизнь. И его примеру последовали уже еще как минимум два летчика Российской Федерации. Это была блестящая операция ГУР, я с вами полностью согласна. И его интервью, кстати сказать, очень откровенное, очень развернутое и очень по делу. Оно наверняка, я думаю, что было услышано. И я думаю, что у многих возникает, безусловно, такая вот идея, мысль. И это, я считаю, ну, как вам сказать, такой хотя бы здравый ответ на те вызовы, которые преступный путинский режим ставит перед вот таким вот выбором. Но вот есть выход и в таком случае. То есть есть выход один – избегать этой мобилизации, и второй, в конце концов, сдаваться. Ну, не идти же оккупантом, не идти же преступником, убийцей, мародером. Ну, вот и все. И раз уже там, условно говоря, эти матки российские всячески содействуют подобному, ну, в конце концов, своя должна быть какая-то голова на плечах. И надо как-то, наверное, вот следовать примеру этого летчика. Да. Послушайте, а зачем диктатор Путин вызывал к себе Кадырова? Что это было? Показать всем, что он здоров, лидер Чечни имеется в виду? Я считаю, когда лидер правительства Ичкерии в изгнании Закаев дает интервью, в котором подробно рассказывает о том, как тот уже 15 лет не слезает с сильнодействующих наркотических веществ, алкоголя и всего остального, то у меня лично гораздо больше доверия вызывают интервью лидеров свободной Ичкерии в изгнании, нежели консервы, которые вытаскивают путинские пропагандисты. То есть очевидно совершенно он, понимаете, надувался в последнее время просто как какая-то жаба через соломинку. И все кадры, которые были сделаны уже после того, как просочилась информация о том, что он скорее мёртв, чем жив, они все носят очень сомнительный характер. Например, когда он заявился в реанимацию к какому-то там своему родственнику, то почему-то сквозь маску, которая была надета медицинская на медработника, тот почему-то сквозь маску, то есть мы не можем проверить подлинность этих слов, потому что мы не видим артикуляцию липсинга, вот он заявляет «сейчас 20 сентября» и повторяет это два раза. То есть очевидно совершенно, что там можно было под эту маску подложить любой текст, которого там и в помине не было, у этой заранее приготовленной консервы. Также, что касается кабинетов двойников Путина, то, во-первых, они были ещё с ельцинских времён, сделаны, например, в ЦКБ, потому что для того, чтобы периодически демонстрировать крепкое ельцинское рукопожатие, которого в помине не было, потому что он последние годы просто страшно пил и периодически оказывался, соответственно, в больнице, где ему оказывали вот эти все услуги в отрезвлении. Ну и, соответственно, был сделан кабинет-двойник прямо буквально за его же палатой. То есть там ничем не отличающиеся кадры получаются, как если бы действительно кто-то приехал в Кремль. Но я думаю, что если они делали вот эти консервы, то, скорее всего, Путину пришлось ради такого съездить в ЦКБ. Хотя я не исключаю, что они давным-давно уже занимаются соседней палатой, потому что у Путина тоже далеко всё нехорошо со здоровьем. И, знаете, этот «умри, как это, ты сегодня, а я завтра», что-то в этом духе. То есть тут, знаете, соревнования между почками Кадырова и другими уже пришедшими в негодность органами Путина, видимо, наметилась. Но при всём при том, конечно же, для них Кавказ — это такой гордий узел, это большая проблема. Они ничего не понимают в многонациональном Кавказе. Они всегда очень топорно решали эти проблемы, начиная со Сталина, который столько горя принёс Кавказу, занимался депортациями. Ну, не просто там тысяч, а сотен тысяч. И занимался искусственным формированием республик с народами, которые вынуждены были уживаться в рамках одной республики, будучи представителями совершенно разных культур. И что касается его попыток там продемонстрировать, что якобы там в каком-то Дагестане ему руку плескали не хуже, чем Кадырову, ой, извините, этому Пригожину в Ростове, то это всё связано как раз с тем, что они знают прекрасно, насколько это пороховая бочка, всё то, что ещё Сталин заделал вот тогда. Да и в царские времена там было намного лучше. Ну, конечно, Сталин многих превзошёл в этом отношении по части геноцида народов Кавказа. И поэтому, конечно же, для них такая тектоническая просто, ну, как бы, трещина, которая возникнет, и как только они объявят фактически о смерти этой тушки, то есть когда они наконец-то снимут эти провода, которые имитируют у него медицинскую хобу, то тогда, конечно, это такой час икс. И я думаю, что и батальон имени Джохара Дудаева, который сражается в составе иностранного легиона вооружившего Украины, между прочим, наверняка тоже и опыта больше стало за это время, как нетрагически это звучит. Ну и, конечно, мотивация огромная. Я уверена, что и правительство Ичкерии в изгнании, и батальон имени Дудаева и другие оппозиционеры, конечно же, воспринимают этот момент, как великий исторический шанс наконец-то освободить Ичкерию. Что ж, будем ждать этих хороших событий, верим в вооружённые силы Украины. Спасибо, Мария, вам за эту беседу. Всегда очень рада вас видеть. Напоминаю, Мария Максакова была в нашем эфире оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. До свидания, всего хорошего. Благодарю вас, до свидания. Спасибо.